МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Опер ТВ, программу о работе кузбасской полиции. Сегодня в выпуске. Праздник без происшествий. Лайфхаки по безопасной встрече Нового года от кузбасской полиции. Новый год за решеткой. Житель Юрги задержан за кражу из магазинного сейфа. Успели. Кемеровские полицейские спасли на пожаре мужчину. Мобильный патруль по-прежнему в тренде. Участники проекта продолжают борьбу за культуру поведения среди автомобилистов и снимают десятки нарушений. Причем не только на дороге, но и во дворах, и на парковках. Предлагаем вашему вниманию новый видеообзор с участием тех, кто игнорирует правила дорожного движения. Топ нарушителей на этой неделе открывает водитель на Ниссане. Его самонадеянность едва не привела к ДТП на перекрестке в Ленинском районе областного центра. Съезжая с кольца, он вовремя не перестроился и в результате подрезал попутную машину в крайней правой полосе. Сейчас это видео изучают сотрудники госавтоинспекции. Судя по следующим кадрам, автолюбитель из Юрги очень торопился. Чтобы сэкономить несколько секунд, он рванул через перекресток на Красный. Хорошо дождался, пока пешеходы покинут Зебру. Теперь ему также придётся объяснять полицейским, почему проигнорировал правила. А это уже улица Суворова в Кемерове. Здесь испытать судьбу решил водитель вот этой иномарки. На дороге с односторонним движением он чуть не спровоцировал лобовое столкновение. Возможно, крупный штраф, который предусмотрен за такое нарушение, заставит автомобилиста в следующий раз тщательно выбирать маршрут. Ещё ряд нарушений репортеры мобильного патруля зафиксировали на парковках и стоянках. Вот, к примеру, водитель «Лады» оставил свою машину на тротуаре, буквально под окнами дома. Жильцы многоэтажки такой импровизированный гараж не оценили и пожаловались в полицию. Другой знаток правил дорожного движения встал аккуратно на зебре. Пешеходы вынуждены были обходить машину, чтобы попасть на проезжую часть и успеть перейти дорогу. Жёлтую майку лидера за соблюдение ПДД автомобилист вряд ли получит, а вот штраф вполне реально. Если вы стали свидетелями правонарушения или преступления, снимите его на фото или видеокамеру и присылайте материал в раздел «Мобильный патруль» на сайте закон.дефис.кузбасс.ру. Автора лучшего ролика ждёт награда от Общественного совета при Главном управлении МВД России по Кемеровской области. В Юрге камеры видеонаблюдения зафиксировали буквально каждый шаг магазинного вора. Он прошёл в подсобку супермаркета, увидел открытый сейф и вытащил пачку купюр. Внутри оказалось 67 тысяч рублей. С похищенными деньгами жулик скрылся. Через несколько дней сотрудники патрульно-постовой службы задержали его в местном общежитии. 20 тысяч рублей полицейские изъяли. Подозреваемый, ставший теперь фигурантом уголовного дела, говорит, работники магазина сами виноваты. Нечего было сейф открытым оставлять. Родить не угодят. Чё у меня там 70 тысяч? Впрочем, это уже детали, в которых разберётся следствие. За кражу задержанный может лишиться свободы на 5 лет. Кузбассовцы включились в предновогодний марафон. Пробки на улицах, очереди в магазинах, подарки, продукты к столу. Всё должно быть готово. Вот только безопасность и происхождение некоторых товаров вызывает массу подозрений. Накануне в Кемеровском районе инспекторы ГИБДД дважды задержали водителей, перевозивших спиртное. Один пояснил, будто 140 литров спирта и 12 банок водки везёт на свадьбу. Второй пытался убедить полицейских, что 200 литров спирта – это только для знакомых. При этом никаких документов на товар в машинах не оказалось. Полицейские продукцию изъяли и направили на исследование, а нарушителей ждут крупные штрафы. О том, как встретить и отпраздновать Новый год без происшествий, рассказали накануне в Главном управлении МВД России по Кемеровской области. Советы от наших экспертов в следующем сюжете. Посмотрите его внимательно. Предновогодняя неделя. Кузбассовцы полным ходом готовятся к празднику. А сотрудники полиции, МЧС и других ведомств делают всё, чтобы жители региона встретили 2020-й не только весело, но и безопасно. Уже сейчас каждый город и райцентр украшают праздничные ели и снежные городки. Все они станут центром массовых гуляний. В новогоднюю ночь в таких местах будут дежурить полицейские, бойцы Росгвардии, дружинники и охранники. Стражи порядка напоминают, попасть на центральные площади можно будет только после личного досмотра. Особое внимание – безопасности дорожного движения. Опыт прошлых новогодних каникул показал, что многие кузбассовцы садятся за руль нетрезвыми. Появлять таких автомобилистов будут и в этом году. Причем полицейские рассчитывают и на помощь граждан. Связано это с тем, что, представьте, в начале 2019 года, только за 10 дней января, мы задержали 314 водителей в состоянии опьянения. По сути, каждый день по 30 водителей в состоянии опьянения у нас находились на проезжей части. С участием данных водителей у нас произошло 57 ДТП. Алкоголям полицейские рекомендуют вообще не злоупотреблять и выбирать его особо тщательно. Торговцы контрафактом не дремлют. С начала года уже изъято 130 тонн фальсификата. Был проведен небольшой анализ по выявленным фактам незаконного оборота алкогольной продукции. И вот такой, если можно так назвать, рейтинг поддельного алкоголя сейчас возглавляет водка. Более 50% из незаконного оборота изъято именно водки. Второе место занимают коньяк и виски. Это примерно 30% на оба напитка. Третья строчка – это контрафактное вино. Проверить алкоголь на подлинность кузбассовцы могут при помощи мобильного приложения «Антиконтрафакт». Оно позволяет просканировать акцизную марку на любой бутылке и узнать, легальный алкоголь вам предлагают или нет. На бутылках из прозрачного стекла не должно быть так называемого поиска жесткости, то есть какого-то налета белесового, никаких кругов, никаких окантовок. Жидкость должна быть прозрачной. Если перевернуть бутылку, то не должно там плавать каких-то посторонних частиц, взвесей. На этикетках должна обязательно указываться дата розлива. Если этой даты нет на этикетке, то уже это заведомо некачественная продукция. Чтобы такие праздничные залпы не закончились в больнице, выбирать пиротехнику нужно с умом. В преддверии новогодних праздников точки по продаже салютов, петард и бенгальских огней растут как грибы после дождя. Но далеко не все продавцы реализуют качественный товар и заботятся о безопасности клиентов. Сотрудники полиции проводят регулярные рейды и почти каждый раз выявляют нарушителей. Помнить нужно и о мерах безопасности при запуске салютов. Запускать в первую очередь на открытых площадках, на таких площадках открытых, чтобы не было возможности загорания каких-либо горючих материалов, чтобы поблизости не было жилых домов, машин, гаражей, каких-либо надворных построек. В новом году полицейские рекомендуют кузбассовцам не терять бдительности. Схем обмана множество. Ссылка в поздравительные онлайн-открытки может содержать вирус. А специальное предложение от якобы сотрудника банка оказаться не более чем способом получить ваши персональные данные. Звонит псевдо-сотрудник банка, сообщает, что производится несанкционирование и снятие, предлагает заблокировать данную операцию. Для этого необходимы все реквизиты банковской карты, в том числе и целого кода, который на обороте. Потом просит продиктовать все пароли. И когда человек все это рассказывает, естественно, он обеспечивает возможность мошеннику подключиться к мобильному банку. И мошенник похищает все деньги, которые находятся в его счетах. Осторожность, бдительность и здравый смысл. Вот что, по мнению стражей порядка, позволит не только встретить, но и провести весь следующий год безопасно. Кстати, вы наверняка заметили, что перед Новым годом в городах и районах часто организуется стихийная торговля. Продавцы размещают лотки с товаром прямо на улицах, чем вызывают недовольство граждан. Одна из жалоб поступила в нашу редакцию из Новокузнецка. Меня, как жители города Новокузнецка, возмущают, что на площади, напротив вокзала города, на троллейбусной остановке, там, где хлебный магазин, постоянно происходит торговля. Торговля всевозможными продуктами, хаотично. И я бы хотел узнать, когда это дело прекратится и найдется ли на этих торговых людей какая-то управа. На самом деле, управа есть. Кто должен наводить порядок в этом вопросе, рассказали наши специалисты. Торговля в неустановленных местах является нарушением, ответственность за которую предусмотрена статьей 34 областного закона номер 89 об административных правонарушениях в Кемеровской области. Привлечением к административной ответственности по данной статье наделены исключительно должностные лица органов местного самоуправления. Торговали специфическим товаром четыре кемеровчанки. В одной из городских саун сотрудники полиции задержали девушек, оказывавших интимные услуги за деньги. Барышни признали, что просто решили попробовать новый способ заработка. В итоге, стражи порядка выписали каждой по протоколу за занятие проституцией. Нашу традиционную рубрику «Хроника добрых дел» на этой неделе продолжают кемеровские полицейские. Накануне инспекторы ДПС Антон Гельмединов и Руслан Балдышонок во время дежурства получили по рации сигнала пожаре в доме на улице Циолковского. Когда они прибыли, здание полностью было охвачено огнем. Прибыв на место, увидели женщину, которая просила о помощи, говорила о том, что в доме находится ее сын пожилой, 50 лет, и самостоятельно выбраться не может. Немедля, ни секунды полицейские вошли в горящий дом и помогли мужчине выбраться. Скорой помощи он дождался в полицейском автомобиле. Благодаря мужеству стражей порядка жизнь человека была спасена. Если вы готовы помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации, приходите на службу в органы внутренних дел Кузбасса. Таких, как вы, здесь очень ждут. Звоните 8-999-306-0102. Пример неравнодушия и готовности в любую минуту прийти на помощь продемонстрировал житель Кемерово Марк Клещ. Он стал свидетелем того, как грабитель вырвал сумку у пожилой женщины. Нераздумывая, молодой человек бросился за обидчиком пенсионерки, догнал и вскоре передал прибывшим сотрудникам полиции. Похищенные 40 тысяч рублей стражи порядка изъяли, а в отношении грабителя возбудили уголовное дело. Отважному кемеровчанину полицейские вручили почетную грамоту и подарок. Поблагодарила своего спасителя и сама пенсионерка. У меня слов нет. Я тогда благодарила побольше бы таких марков. На сегодня это вся информация. Смотрите нас также на сайте opertv.ru и следите за новостями в аккаунтах кузбасской полиции в социальных сетях. Берегите себя и всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!